Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня пройдемся по основным новостям этого уикенда и начну с результатов чемпионата Франции. Как ни странно, уже многие команды в октябре проводят тренировки на лыжах, поднимаются на глечер, где-то изыскивают места, где есть снег, как группа Каминского, например, в Алдане. А французы еще не только катаются на лыжероллерах, но и проводят соревнования в рамках национального чемпионата. Итак, в Акроне прошла вторая часть чемпионата Франции, где были спринтерские гонки и, соответственно, гонки-преследования. В первый соревновательный день в спринте победили спортсмены, которых принято больше считать снайперами. Она из Бескон одержала победу у женщин, опередив Шевалье Буше, а третье место заняла Жюлия Симон. У мужчин, неожиданным победителем спринта в столь звездном составе, стал молодой Эмильен Клод, который значительно опередил Кентенов, ее на мае, лидера сборной Франции, и Эмильена Жаклена. Ну, судя по всему, Жаклен уже поправился, вовсю соревнуется, хотя стрельба пока стабильность не обретает. Возможно, сказываются определенные пропуски, которые у него были. Ну и в плане хода немножко он уступает еще Фьену Мае. Во второй соревновательный день Шевалье Буше заняла первое место в гонке-преследовании, вторая была Бескон, а на третью ступень, несмотря на четыре промаха, поднялась Жюли Бреза Буше, которая с отличной показала ход. У мужчин, соответственно, Фьен Мае одержал уверенную победу, несмотря на четыре промаха более полутора минут он привез ближайшим преследователям, одним из которых оказался чемпион в этой дисциплине Эмильен Жаклен. А третье место занял Клод, но не выигравший в спринте Эмильен, а Флоран Клод. Ну вот, собственно, такими получились результаты у французов. Определенные проблемы сейчас возникли у белорусской сборной. Если женщины спокойно тренируются в Рамзау, там же, где и группа Башкирова и Шашилова наши, то мужская команда должна была ехать на сбор в финский Уокате, но в итоге не выехала. По какой причине, спортсмены толком не говорят всех подробностей, но очевидно, что как-то эта тема связана с ковидом и с финским регламентом. Во-первых, надо уточнить, что сборная Беларуси в полном составе переболела ковидом, несмотря на то, что спортсмены были привиты знаменитой вакциной «Спутник Ви», но все переболели и сейчас, возможно, и не до конца восстановились. Или у кого-то мог быть положительный тест, или какие-то еще проблемы, связанные с финским законодательством. То, что они не из благополучной страны, как может считаться. В общем, вариантов масса, постоянно у наших хоккеистов возникают проблемы, которые едут играть в Финляндию с Йокери, там кого-то не пускают. Ну, а здесь, видимо, решили не ехать туда в неполном составе, продолжили готовиться в Раубичи, а сбор либо перенесен, либо не перенесен. Бывает еще такая тема, что человек вроде переболел, а тесты еще остаются положительными. Поэтому я тоже знаю, когда вот после болезни сдавал тест, и первый вот получился отрицательным, это очень так радовало, потому что все время ждешь это, думаешь, ну, вроде все должно быть нормально, но мало ли что как. Поэтому белорусам пожелаю, чтобы эта проблема решилась, то у них какая-то вся подготовка становится скомканной к сезону. И есть подозрение, что Национальная Федерация больше уделяет внимание женской команде, нежели мужской. От них ждут медали и на них рассчитывают. Ну, кроме того, любопытно было почитать откровение Йоханна Сабео, где он признается, что у него были очень сложные и натянутые отношения с Мартеном Фуркадом. Они не здоровались и поздравляли друг друга сквозь зубы, видясь на пьедестале. Понятно, что тут, когда два льва в одной берлоге, один приходящий, другой уходящий, естественно, отношения были сложные. С Легрейдом он говорит все нормально, но я думаю, он еще до конца не воспринимает Легрейда как полноценного конкурента. Несмотря на то, что в прошлом сезоне борьба шла до последней гонки за кубок, тем не менее, все-таки у Бео был запас прочности в плане скорости и всего остального. Будет интересно посмотреть, как в этом сезоне и сможет ли Легрейд с ним конкурировать хотя бы на равных. Ну и также коснусь интервью, которое взял Сергей Лисин в Рамзау у старшего тренера женской команды Михаила Шашилова. Очень интересный масштабный разговор и на многие моменты стоит обратить внимание. Вот, в частности, Михаил Викторович говорит, что иногда иностранные специалисты объясняют то же самое, что и мы, но почему-то некоторые спортсмены хотят им верить больше. Ну, тут возникает вопрос, а многие ли иностранные специалисты объясняют что-то нашим спортсменам. Мне кажется, речь больше идет не об иностранцах в плане каких-то западных гуру, а о тренерах иностранных сборных. И, в частности, есть в одной из европейских сборных такой тренер, которого отдельные спортсменки еще с ним консультируются, пытаются слушать его. И, конечно, Шашилову это не нравится, тем более, что этот тренер не добился со сборной никаких результатов за долгие годы работы. И, собственно, а что там слушать, что он добился-то вообще? Поэтому тут Шашилова я абсолютно понимаю, наверное, в этом есть смысл. Далее он говорит о технических определенных моментах в работе с Гореевой и Васнецовой, о том, как они их исправляют и как постепенно девушки должны прогрессировать. И мне кажется, что у Гореева и Васнецова тоже потенциально он видит их в расширенном составе даже на Кубок мира и хотел бы их пробовать. Это то, что речь идет о молодых. И плюс Анастасия Шевченко. Скорее всего, двум из них и дадут вайлдкарт. Но в то же время есть Куклина. И вот задает вопрос про классическую детовщину. И Шашилов не стал отрицать. Говорит, что как без этого, но молодые кусаются. Вот здесь, мне кажется, как раз дальше, да, разговор переходит о Ларисе Куклиной. Мне кажется, как раз с ее стороны идет определенная ревность к молодым. Ну, естественно, молодые также борются за это место. Но суть в том, что Казакевич наверняка получит одно тренерское решение. Два других, на них претендуют три молодых спортсменки и Куклина. И кому отдаст Шашилов, сказать сложно. Поэтому, естественно, идет конкуренция. И для Ларисы, надо понимать, это, по сути, последний шанс в большом спорте чего-то достичь. То есть, Олимпийские игры. Она долго к этому шла. До 30 лет у нее не было ни одной Олимпиады. И здесь лишаться этого последнего шанса, конечно, было бы очень обидно. При том, что в последние годы у нее неплохие результаты. И тут, если ее высадят молодые. Поэтому, конечно, имеет место определенная ревность. Ну и дальше он говорит о Светлане Мироновой. О том, что с ней работать сложно. И, в общем-то, главное, чтобы она больше верила людям. То есть, я так понимаю, что прежних доверительных отношений между ними нет. Это то, о чем говорят многие. То, почему Миронова не совсем обычно воспринимает, скажем так, журналистские вопросы о Шашилове. Михаил Викторович достаточно откровенен. И здесь говорит, в принципе, правильные вещи. Но, с другой стороны, не знаю. Мне кажется, вот я вот хотел бы, чтобы вот эта конкуренция, может быть, внутригрупповая с Казакевич, она как-то их подстегнула. Потому что Ира, мне кажется, в предстоящем сезоне может выступить не хуже Мироновой. И в этом есть определенная интрига в команде. Ну, дальше он также говорит по поводу Ворониной, что она цементирует. Вот, действительно, в коллективе, что сложные отношения, как мы говорим, молодые и опытные. Опять же, две претендентки на роль лидера Казакевича Миронова. А вот Тамара, такая душа компании, все цементирует. И какие-то даже бытовые моменты может там сглаживать и так далее. И в этом плане она полезна. Но, с другой стороны, все понимают, что только на Кубок IBU. И, кстати, что интересно, он еще оговорился, что, оказывается, Виктория Сливко, которая изначально готовилась на централизованной подготовке в его группе, тоже рассматривается только на Кубок IBU, потому что не выступала в прошлом сезоне. Так же, как и Кристина Резцова и так далее. Но на Сливко, мне кажется, и сам Шашилов не особо рассчитывает. Потому что там мы смотрели у нее после тренировки и лактат самый высокий. Опять же, в репортаже Лисина упоминалось. И в целом она как-то не складывается. И травма была, и все. Поэтому я думаю, что как претендентку на Олимпийские игры, на нее не особо рассчитывают. Ну и Тамару Воронину, может быть, он и хотел бы видеть в основной обоиме. Но условия игры таковы, что тоже только на Кубок IBU она может отбираться. Вот такие мысли. Поэтому интервью мне показалось очень интересным, раскрывающим многие такие важные аспекты. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.